Это тот редкий случай, когда уникального человека можно вот так запросто встретить на тренировке в родной Сызрани. Еще вчера Владимир Семенченко выиграл всероссийскую гонку героев, а до этого был на тренировочных сборах в Москве, Армении, Дагестане. Его график расписан далеко вперед, а уникальность заключается в том, что в свои 27 лет Владимир победитель и призер почти всех ежегодных гонок героев в России. У него особые тренировки на силу, ловкость и выносливость. Самое главное это максимально знать то, что будет ждать меня на чемпионате и пройти все испытания технически грамотно, без лишних энергозатратных движений и выиграть первое место. Гонка героев это экстремальное соревнование с препятствиями, созданное на основе подготовки бойцов специальных подразделений. Целый час атлеты бегут более 10 километров по пересеченной местности. На пути встают водные преграды, стены, траншеи, колючая проволока и 10-метровый трамплин, с которого надо прыгнуть в бассейн с грязью. Если ты только стайр, то не победишь. Нужно быть мастером и в беге, и в воркауте, и в гимнастике. Владимир шел к этому с 12 лет. С юности я всегда любил тренировки на открытом воздухе, я всегда любил развивать в себе скоростно-силовые качества, поэтому в большей степени я бегал, занимался лыжами. Мне нравилось тренироваться на турниках, и потом это все вылилось в то, что я без труда на низком пульсе могу преодолеть самую сложную трассу. Семенченко – самородок. У него никогда не было тренеров. Владимир сам рассчитывает нагрузку на сердце и мышцы. Он не просто бегает, а ускоряется. Каждый следующий километр бежит быстрее на 7-8 секунд. Когда ему было 24 года, Владимир становился полуфиналистом спортивного шоу Первого канала «Русский нидзя». В проекте я вышел на отборочный этап, с успехом его прошел до полуфинала, но вот в полуфинале мне немножко не хватило специфической подготовки по скалолазанию, где я не совсем смог уцепиться за пропеллер препятствия Камикадзе, и я упал, слетел в бассейн, но тем не менее я очень рад, что у меня была такая возможность поучаствовать в проекте. Владимир говорит, что его главная цель – оставить свой след в истории человечества, мотивировать своими достижениями молодежь к занятиям спорта. Гонки с препятствиями он сравнивает с шахматами, в которых бурлит адреналин и словно выскакивает сердце. Нет, сердце не выскакивает. Я когда бегу, я ориентируюсь на часы, которые в точности показывают мой пульс. Победы Владимира позволили ему квалифицироваться на чемпионат Европы по гонкам с препятствиями в Польше, на чемпионат мира в Лондоне, впереди чемпионат Европы в Италии, и каждый раз, когда Владимир Семенченко поднимается на пьедестал, он прославляет родную Сызрань. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.